Добрый, видимо, уже вечер, дорогие друзья. А я тут на сцене постою, потому что мне показывать надо много графиков. Ну так вот, значит, я сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской темы наук и аспирант Новосибирского гос. университета. И давайте начнем. Следующий слайд. Следующий слайд. О, спасибо. Значит, собственно, план лекции. Мы немножко про историю поговорим. Что такое эпифиз и где он находится. Про эффекты мелатонина. И подробнее остановимся на таких эффектах мелатонина, как сон, размножение и старение. Ну и, возможно, мы поймем, как с этим жить. Дальше. Немножко про его историю. Значит, в принципе, предположения о том, что есть такое вещество, которое выделяется эпифизом и на что-то влияет, были еще раньше, но в 18-м году Лернер его выделил в чистом виде, и, в общем, стало понятно, что это вот такая штука. Это производная триптофана. Триптофан – это такая мино-кислота, которая есть в том числе в продуктах питания. Значит, синтез мелатонина происходит в эпифизе, откуда он попадает в кровь, ну и в спинно-мозговую жидкость. Надо сказать, что также он синтезируется в клетках желудочно-кишечного тракта, и рецепторы к мелатонину – это МТ1 и МТ2. Значит, так, чтобы для справки. Есть такая у нас в организме эндокринная система. Эндокринная система – это такая большая-любольшая система, которая включает в себя эндокринные железы, которые выделяют гормоны. Гормоны. В этот эпифиз тоже входит в эндокринную систему и выделяет такой гормон, который называется мелатонин. Вот. Ну, про него мы сейчас разговариваем. Ну, и так, ну вот. Вот его структура. Здесь видно, что это, значит, небольшая молекула, но очень большие свойства у него. Давайте дальше. Вот, начинаются картинки, уже интересно. Значит, эпифиз. Еще он называется пениальной железой, еще он называется шерстковидным телом. Вот это три названия одного и того же, одной и той же структуры. Это, значит, небольшой орган, который выполняет эндокринную функцию и является частью фотоэндокринной системы. Находит он в мозге, и между полушариями его можно увидеть. Собственно, если смотреть здесь на слайде, то вот он. Вот здесь эпифиз. И он здесь связан еще с такими интересными структурами. Вот это паравентрикулярное ядро и это супрахизматическое ядро. Дальше я про них еще подробнее расскажу. Пока все понятно, да? Или ничего уже не понятно? Вот. Ну, давайте дальше. Вот тут надо сразу сказать, что есть такая штука. Наверное, все про нее слышали. Может, про эпифиз слышал мало кто, а вот про третий глаз много кто слышал, да? Правда? Никто не слышал про третий глаз? Ну, вот смотрите. Вот эта гаттерия, ну, это такое присмякающаяся. Вот у нее глаза один, другой с той стороны. Мы его не видим. А вот это. Это тот самый третий глаз. Как думаете, что он делает? Нет, нет. Он просто воспринимает цвет. То есть многие ищут у себя третий глаз, чтобы открыть чакры или что-нибудь еще. Вот. Но на самом деле это обычная структура, которая есть у земновойных присмякающихся. Просто он находится снаружи и воспринимает цвет. Ну, потому что работает эта вся штука от количества освещенности, которое на нее падает. Вот здесь в следующий слайд еще включите. Здесь есть череп. Это череп какого-то присмякающегося. И вот это то самое отверстие для эпифиза. Собственно, на него попадает цвет напрямую. И все отлично работает. Вот. Так. Ну, давайте дальше. Вот теперь, собственно, про его эффекты. И я еще немножко, может быть, вернусь назад, расскажу, как это все подробно работает. Значит, смотрите. На прошлых слайдах я немного говорил, что есть супрахиазматическое ядро в гипоталамусе, что есть парагонтикулярное ядро. И они все связаны с эпифизом. Вот. Все это вместе – это часы нашего организма, которые имеют период 24 часа. И благодаря ним наши органы работают. И мы еще и спим благодаря им. Вот. И, собственно, вот здесь перечислены все эффекты мелатонина, которые, ну, вот, обнаружены учебами, в принципе. Вот. Значит, он регулирует деятельность эндокринной системы и периодичность сна. Ну, то есть, в принципе, благодаря нему мы спим. И благодаря нему мы спим крепко. И также деятельность эндокринной системы, благодаря нему, уровень электрогормонов может снижаться, а может повышаться в зависимости от времени, в котором выделяется мелатонин. Рестимулирует сезонную ритмику многих животных. В том смысле, что сезон размножения начинается тогда, когда уровень мелатонина снижается. Ну, не у всех, но в общем случае так. Дальше. Оказывает влияние на процессы старения. Очень интересный момент, на нем мы остановимся позже. Значит, оказывает дойственные действия на функции иммунной системы. Вот это интересный момент. Значит, надо подробнее сразу про него сказать. Есть такая структура в нашем организме, иммунная система. За что она отвечает? Сопротивление, болезнь. Отлично. А бывает так, что мы болеем не потому, что мы подышали свежим воздухом зимой на улице без шапки, а бывает так, что мы сдаем сессию, например, ну или что-нибудь, отчет какой-нибудь очень серьезный. И вот когда уже все очень близко, мы начинаем болеть. Собственно, с чем это связано? Это связано с тем, что у нас стресс, а стресс подавляет функции иммунной системы. Так вот, если при этом съесть немножко мелатонина, то функционирование иммунной системы восстановится обратно. То есть на клетках иммунной системы есть специальные рецепторы к мелатонину, благодаря которым они начнут опять работать, эти клетки, и все будет хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, если мелатонина очень много, то клетки иммунной системы не будут работать. А поэтому у него такое двойственное влияние. Также, вот вы, наверное, слышали такие слова, антиоксидам, это все дела, витамин С, апельсины, витамин Е. Это вещества, которые помогают нам справляться с продуктами перекисного окисления. Знаете, вот все мы дышим. Можно попробовать не дышать, и мы сразу поймем, что мы дышим. И при этом, как ни странно, получается очень опасное вещество, например, перекись водорода, которое может разрушать наши клетки. А вот мелатонин как раз может обладать антиоксидантными свойствами, то есть соединяться с перекисью и нейтрализовать ее. Но тут надо сказать сразу, что антиоксидантные свойства у него слабые. Слаб же, чем у витамина С, у витамина Е и всех их вместе взятых. То есть можно считать, что их практически нет. Ну, то есть они есть, но слабые. Очень интересный процесс, на который влияет мелатонин, это адаптация к смене часовых поясов, начиная работа, и работа, например, на крайнем севере. Вот это интересное явление, сейчас очень модное в России слово, джетлаг, слышали, наверное, на него. То есть когда мы летим на самолете с Новосибирска в Москву, у нас некоторое время уходит на перелет. Ну, мы прилетаем примерно в то же самое время по часовому поясу, из которого мы улетели в Новосибирск. Вот. И уже вроде бы в Новосибирске-то мы уже обедать бы начали, если мы утром летим. А в Москве еще утром надо завтракать. Ну и с тем, как продолжится спать, и когда просыпаться, тоже начинаются проблемы. Ну, собственно, тут с этим можно справиться. Я потом расскажу. Ну и работа на крайнем севере, там вообще все очень плохо. В том смысле, что на крайнем севере есть такая штука, называется полярный день и полярная ночь. И все очень плохо из-за этого. То есть начинается полярный день, и все время светло, 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 светло. И из-за этого многие работники севера струдают его футболизмом, потому что они не могут никак успокоиться и поспать. И думают, что алтоголь им это поможет сделать, но на самом деле он не очень помогает. Вот. Также интересные эффекты – это то, что мелатонин оказывает влияние на кровяное давление. То есть в целом утром, когда вы просыпаетесь, повышается артериальное и генозное давление. Это как раз связано с секрецией мелатонина. На функции пищеведного тракта он влияет, так же, как серотонин. И работу клеток головного мозга я про это, видимо, немножко позже подробнее расскажу. Вот. Да, давайте дальше. Теперь подробнее про всякие эффекты. Первый эффект, самый интересный, один из самых интересных – это сон. Вот. То есть сразу вопрос. Почему мы можем несколько дней не есть подряд, но несколько дней подряд не спать? Мы можем, но с более серьезными последствиями для организма. Ну и в целом организм вырубается. То есть нельзя так просто так сесть, сидеть и не спать несколько дней. Вот. Собственно, это связано как раз, ну как считается, что когда-то давно нам нужно было бороться с высокими концентрациями кислорода, и поэтому мы не можем не спать. Вот. И, собственно, вот на этом слайде, вот на этой картинке, вот в черном мегалине, как раз секреция мелатонина у человека показана. И видно, что примерно с 18 часов уже его концентрации начинали повышаться, и к 12, ну к 0 часов они максимальны. И потом приступены снижаются к 6 часам утра. В это время мы обычно как раз спим, и это все очень здорово. В том смысле, что мелатонин в это время влияет на то, чтобы органы наши восстанавливались, чтобы все затем хорошо работало. И тут возникает интересный вопрос. Как Вы думаете, у ночных, у млекопитающих с ночной активностью, как уровень мелатонина, когда повышается, днем или ночью? Вот тут очень интересный момент, что уровень мелатонина у всех животных, независимо от их активности, повышается в темное время суток, то есть ночью. Потому что он зависит именно от света. То есть у нас в сетчатке глаза есть специальные клетки, которые воспринимают свет и передают его в мозг. Ну что, есть свет или света нет, и какое его количество. И поэтому у всех он вырабатывается ночью, уровень у ночи повышается. Тут надо только сказать, что есть жаворонки и стовы, Вы наверняка про них слышали. Так вот, у них концентрации мелатонина сдвинуты по времени. То есть, например, если у жаворонков примерно к 18 часам уровень мелатонина уже начинает повышаться, то у ссов, он начинает повышаться позже, к 18 часов. Поэтому ссовы активны более вечером, а жаворонки активны более днем. И тут еще интересный момент. Это то, что в целом уровень мелатонина ночью помогает нам хорошо высыпаться. Чем он выше, тем мы лучше высыпаемся. Ну и была показана связь между дневным сном и уровнем мелатонина ночью. То есть, если мы днем немножко вздремнем, минут 30, ну час, но не больше, то уровень мелатонина будет ночью выше, чем если не спать днем. И тогда вы будете лучше высыпаться. Это такое очень хорошее питомное значение. Но здесь есть такая штука, вспышки света ночью. Я тут попрошу следующий слайд. Можно следующий слайд, пожалуйста. Да, вот смотрите. Тут опять то же самое. Это повышение мелатонина. Начинается, начинается. Вот здесь у меня максимальное, и потом снижается. Так вот. Здесь еще есть поля разноцветные. Если посмотреть, то вот оранжевое поле показывает очень интересный эффект ночной вспышки. То есть, мы берем, ну как это все дело? Выбрали мышек, садили их в темную комнату. Ну, в смысле, вечер, темно. Потом давали вспышку света. И вспышка света величиной 210 люкс полностью подавляет секрецию мелатонина. И мышки не высыпаются. Вот. Если вспышка света не очень большая, примерно 100 люкс, то еще мелатонина не сильно снижается, но все равно концентрация его не максимальная. Вот. И здесь очень сразу сильно напрашивается связь с компьютерами, мобильными телефонами и вообще с всякими устройствами, на которых есть экраны. Вы можете даже сидеть в темной комнате, но мобильные телефоны светят вам прямо в глаза и компьютеры. И, особенно если вы сидите допоздна, они нарушают секрецию мелатонина. И это все очень плохо сказывается, конечно же, на состоянии организма. В том плане, что ритм сбивается, и органы плохо восстанавливаются. Вот. Тут надо, опять же, сказать то, чем я занимаюсь. Как раз я занимаюсь исследованием полевок, которые живут в большом количестве везде вокруг нас. Вот. И что про них надо сказать? Про них надо сказать, что у них есть еще влияние городского освещения. В том числе это городское освещение влияет и на нас тоже. То есть, вот смотрите, в принципе, можно светить себе в глаза экрана мобильного телефона, а можно, например, не задерживать шторы вечером. И эффект будет примерно такой же, потому что свет от фонарей, особенно если вы живете в центре, например, ну или где-нибудь рядом с фонарями, они будут светить постоянно. И из-за этого уровень мелатонина ночью будет ниже, чем нужно, и организм не будет отдыхать и восстанавливаться. Вот. И животные в городе, можно сказать, что, наверное, страдают, особенно птицы, потому что они ближе к фонарям, чем подстилочные, не крутающие. Вот. И все не с этим интересный эффект связан, потому что они... На следующем слайде я про это расскажу. Вот. Эффект на размножение. Значит, есть такая штука, о которой я говорил в самом начале, что мелатонин влияет на гормоны, которые вырабатываются в организме. И вот смотрите, вот это лето, длинный день, короткая ночь. А это зима, короткий день, длинная ночь. Это исследование проводили, если ничего не тут, на овцах. И вот здесь, собственно, видно, что если день длинный, то мелатонин вырабатывается меньшее количество времени в день. А если день короткий, ночь длинная, то мелатонин вырабатывается большее количество времени, и это влияет на размножение. В том смысле, что оно останавливается. Останавливается в рыбинской половой гормонах, и все, животные не размножаются. А вот в городских условиях как раз остановки не происходит. То есть птицы, которые прилетают сюда после зимовки, они начинают размножаться раньше, чем птицы, которые прилетают не в город, а в лес. И, ну, в целом, не совсем понятно, насколько плохо на них это влияет, но как это влияет. И, скорее всего, городские млекопитающие тоже находятся по таким влияниям. А если мы берем человека, то у человека зимой такого нет вообще, потому что человек не зависит от внешнего освещения. У него что зимой, что летом, одно и то же. Но общий уровень алтонина все-таки повышается, потому что гений выращивается. И давайте следующий слайд. Это влияет на появление еще одной очень интересной штуки. Наверное, все ее чувствовали на себе. Это зимняя депрессия. Депрессия в кавычках, потому что это не депрессия, а депрессивно подобное состояние. С чем она связана? Связана она с синтезом алтонина. Если вот здесь посмотреть, вот этот сервер. это не мелатонин, а вот это уже мелатонин. И синтез мелатонина идет в промежуточной этаже к серотонине. И, собственно, как мелатонин влияет на плетки нашего головного мозга? Если серотонина много, то мелатонина, как правило, мало. А если мелатонина много, то серотонина мало. Вот. И, соответственно, зимой уровень мелатонина среднесуточный, среднесуточный, конечно, повышается, а уровень серотонина снижается. И у нас, ну, и мы чувствуем себя менее счастливыми. А летом наоборот. Из-за того, что среднесуточный уровень мелатонина снижается, уровень серотонина повышается. Повышается. И мы чувствуем себя более счастливыми, чем зимой. Вот. И тут возникает такая ловушка, что давайте-ка попробуем уровень серотонина в мозге повысить продуктами с трептофаном. Ну, например, поедим бананов. И тут проблема, что трептофан из бананов в мозг пройти не может, потому что в мозг проходит только глюкоза и кислород, и все. Больше... Ну, то есть, это нужно банан есть в мозге. Ну, или употреблять его в мелко-эксперстном виде, вдыхая через нос. Соответственно, опосредованно можно повысить свою радость от еды вкусной, потому что вкусная еда вызывает приятные эмоции, уровень серотонина повышается, все хорошо, но напрямую нет. И тут возникает такая ловушка, что люди едят сладкое по вечерам, долгим зимним, потом расстраиваются опять, потом опять едят сладкое, потом опять расстраиваются. И так до лета. А весной такие все думают, пляж, скоро пляж, нужно срочно, срочно, нужно популить. Так. Давайте следующий слайд. Теперь перейдем к старению. Собственно, вот здесь еще один интересный момент. Вот замечательный рисунок. Вот здесь по этой оси уровень мелатонина, а по этой оси возраст. А в самих табликах написана выборка, на которой это делалось. Ну, конечно, среди людей, на которых это делалось. Собственно, просто брали кровь и в плазм смотрели уровень мелатонина. Это примерно 370 человек. И, собственно, здесь видно, что уровень мелатонина неуклонно с возрастом снижается. И вот здесь такие принципиально важные даты. Это 35 лет. И после 35 все очень быстро снижается. Вот. И тут надо про что сказать? Тут надо сказать про то, что... Во-первых, есть исследование, в котором сравнивали слепых и зрячих женщин. И было показано, что слепые женщины в целом живут дольше, чем зрячие. Насколько я не могу сказать, но связано это с тем, что уровень мелатонина, в принципе, у них выше. Потому что свет не попадает на сетчатку. Вот. Дальше. Мы знаем, что уровень мелатонина... Ну, как мы увидели, что он снижается. Ну, на что это, собственно, влияет? Это не влияет на радость человека. То есть он не становится от этого более радостным. Потому что из-за того, что он снизился после 35 лет, пропал его... Начинает постепенно пропадать его цикл. То есть уровень ночной и дневной, они со временем перестают сильно отличаться. И это влияет на восстановление внутренних органов. И влияет на сон. То есть сон становится менее глубоким. Получается, что сон менее глубокий человек плохо высыпается. Соответственно, днем сонливость. Сонливость он волнуется. Может быть, снижается работоспособность. И самое главное, что ночью он не отдыхает при этом. Ну, то есть не отдыхает, не отдыхают внутренние органы. Они не восстанавливаются. И давайте следующий слайд. Как с этим жить? С этим жить очень можно легко. Есть препараты, содержащие мелатонин. Нет, я их не продаю. Я их не рекламирую. Нет, просто... Просто есть такая штука, что препараты с мелатонином, они повышают ночной уровень мелатонина. И все становится, в общем-то, хорошо. Ну, как хорошо? То есть если после 35-ти регулярно употреблять одну таблетку мелатонина на день, то, во-первых, нормализуется сон. А во-вторых, внутренние органы будут нормально восстанавливаться и не будет возникать необратимых изменений внутренних систем органов. Ну, естественно, организм, наверное, из-за этого дольше проживет. Вот. Ну и как бы, кроме того, мелатонин еще помогает при перелетах, то есть когда уже плак, как раз, или ночная работа посменная, или что-нибудь еще. Он помогает к этому адаптироваться и помогает организму быстро восстанавливаться. Вот. Понятно, что в 20 лет это, возможно, не очень чувствуется. Но, как мы видели по графикам, это должно чувствоваться после 35-ти очень серьезно. Вот. Давайте дальше. Ну, естественно, еще один вопрос. Вот из всего того, что я рассказал, является ли мелатонин регулятором биологических часов? Нет. Он не является. То есть вот очень важные моменты какие-то. Значит, нужно запомнить, что у нас есть глаза. В эти глаза попадает свет на специальные клетки. Эти специальные клетки подают сигналы в супрахиазоматическое ядро гипоталамуса. В супрахиазоматическом ядре гипоталамуса начинается экспрессия генов, которые идут в паравентрикулярное ядро. Паравентрикулярное ядро вместе с супрахиазоматическим, с супрахиазоматическим как раз и регулируют циркальные ритмы, ну, не циркодианы, их можно по-разному называть, и влияют на выработку мелатонина. А уже мелатонин, а уже мелатонин, который вырабатывается в эпидезе, он идет во внутренние органы и сообщает по ситуации. То есть в внутренних органах нет глаз, так бы они сами все поняли, что делать. Типа светло на улице, темно на улице или как-то еще. Но у них нет глаз, и поэтому приходится слушаться супрахиазоматического и паравентрикулярного ядра, ну, и они, собственно, с помощью мелатонина информацию передают. Вот. Собственно, ТОА стоит за этим всем, за биологическими часами. За биологическими часами вообще стоит пирог сериодопродоксины. Это такие интересные белки. Собственно, как все это происходило, как все это устанавливали? Взяли всяких там маленьких организмов, бактерий. У них тоже есть биологические часы, у них тоже все работает, все связано с циклом 24-часовым. Вот. И взяли, собственно, ну, что самое можно простое сделать? Можно просто посмотреть, какие гены экспрессируются в определенное время жизни бактерий. Или когда становится жло, или когда темно. В общем, как-то с этим поиграли, увидели, что есть гены, которые экспрессируются при свете, в темноте. Ну, вроде бы понятно. Хорошо. А потом, собственно, что сделали? Взяли и задавили всю транскрипцию генов. и решили проверить, а будет ли вообще что-то происходить в клетках, если у них задавить экспрессию генов. Вот. И как раз, собственно, таким образом открыли пероксиридоксины. Это белки, которые в клетках нейтрализуют продукты пероксиридоксина. и они как раз работают с периодом 24 часа, даже если задавить всю экспрессию в клетке. И, собственно, что получается? Получается, что, скорее всего, когда на Земле появились растения и стало очень много числорода, организмам стало невыгодно постоянно бодрствовать, потому что, если бы они постоянно бодрствовали, то слишком много было бы разрушений в клетке, связанных с окислением кислородом всех частей клетки. Ну, то есть, вообще, с кислородным алмином. И поэтому эволюционно появился такой способ сохранить организм. Это сон. То есть, замедление метаболизма до такой степени, чтобы организм, вроде бы, и не умер. Еще. Но и его можно спокойно восстановить, чтобы он дольше проработал. Вот. Поэтому, собственно, мы можем не есть, но не можем не спать. Вот. И еще один слайд с большим количеством интересных штук. Это еще раз. Вот. Свет в глаза. Дальше сигнал в гипоталамус. После него сигнал уже в эпифис. Вот. Из стриптофана получается мелотонин. А мелотонин уже в кровь внутренним органам. И, в общем, вот так. Так. Ну и, собственно, все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ